Здравствуйте, уважаемые телезрители! Я Святослав Савенков. Рад приветствовать вас в нашей студии. Вы смотрите передачу «Разберёмся». Ух, аж отвалилось от такого веселого начала. Ну что же, как будто не было. Данный проект мы, Одинцовское телевидение, делаем совместно с общественниками нашего района. Вместе с ними, а также с вами, уважаемые телезрители, мы стараемся разобраться с наиболее важными и актуальными вопросами в жизни Одинцовского муниципального района. Сегодня мы поговорим про проблему, которая довольно часто, особенно в последнее время, всплывает среди наших жителей. Мы поговорим про бездомных животных, ситуацию с ними в нашем районе и о том, как с этой ситуацией пытаются у нас разобраться власти, а также волонтеры, люди, которые неравнодушны к данной проблеме. Наши гости сегодня Наталья Николаевна Афиногенова, заместитель председателя комиссии по экологии, землепользованию и природопользованию. Здравствуйте. Добрый вечер. А также Оксана Николаевна Маркина, член комиссии по ЖКХ, жилищно-коммунальному хозяйству. Здравствуйте. Рад, что вы к нам сегодня приехали. Действительно, проблема бездомных животных, прямо скажем, непростая. Очень разные мнения в обществе о том, как поступать с собачками, с кошечками, которые оказались на улице или которые вообще на улице родились. Меньше их не становится, это уж точно, и всегда с ними связаны какие-то сложности. Наталья Николаевна, действительно, вот в нашем районе, я понимаю, что там везде бездомные животные, конечно же, есть, но в нашем районе существует ли какая-то с ними действительно острая проблема, какие-то сложности, связанные вот именно с ними? Ну, вы правы в том, что эта проблема распространена повсеместно, по всей нашей стране и по области, по району. Естественно, животные есть, сейчас тем более наступил кризис, и добрые в кавычках люди порой находят повод для того, чтобы лишний раз избавиться от ставшего ненужным питомца. Естественно, животные рождаются как в дикой природе естественным путем, так и попадают на улицу из теплых квартир и часто после окончания дачных сезонов. Ну, насколько мне известно, в некоторых регионах страны, в особенности это касается, конечно, Урала, Сибири, то есть мест, где животные, видимо, сталкиваются с суровым климатом, с какими-то такими, знаете, более экстремальными ситуациями, когда им приходится выживать действительно в сложных условиях, они дичают, и это превращается в действительно большую проблему, когда те же собаки, и неважно, там, кокер это, спаниель или какой-то дворовый там пёс, сбиваются в стаи, да, они нападают на людей или они там начинают задирать животных, абсолютно домашних, с которыми люди выходят на улицы. Как в нашем районе с этим обстоят дела? Часто ли какие-то такие сообщения происходят? Ну, не стоит забывать, что собака это всё-таки животное, и её предок это волк, естественно, если животное попадает на улицу, то в ней возобладают естественные инстинкты, самосохранение, естественно, поэтому животное сбивается у стаи, плюс есть там ещё цикл, когда они вынуждены это сделать несколько раз в течение года. Вот, это всё естественно, естественно, эти стаи, бегающие по районам, по районам города или по поселения, они вызывают опасения, порой даже страх жителей, они переживают прежде всего за детей, за себя, потому что первая мысль, вот даже когда гуляют со своей собакой, что люди, если она крупная, например, говорят, ой, держите, пожалуйста, подальше на поводке, она укусит, то есть при всём при том, что моя собака, то есть даже не возникает зачастую вопроса насчёт того, действительно, там, домашняя собака или не домашняя. Ну, есть люди, у которых животное вызывает отторжение, да, такой стереотип, который у меня споримый, да. Мы сейчас продолжим нашу беседу, давайте пока примем звоночек от нашего телезрителя. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер. Я звоню по поводу того, что у нас повысили тарифы, без всякого объявления, без постановления правительства. Так, на ОДН на две с половиной тысячи, это максимум, это минимум, у некоторых даже четыре. В течение месяца вы имеете в виду, да, то есть за раз в течение месяца не постепенно тариф повышался, а вот единоргий. Да, а вот буквально за январь месяц прислали бумажки. Я вас понял. Скажите, пожалуйста, без уточнения там по квартире и так далее, вы на какой улице у нас, в каком поселении жили? Я живу Березово 2А, квартира 50. Березово 2А. Да. Все, спасибо вам огромное. Ну, как вы понимаете, конечно, это вопрос к жилищно-коммунальному хозяйству, к Максиму Цубуляку, который нередко у нас бывает в студии и так далее. Мы обязательно его передадим в соответствующую комиссию, я уверен, с вами свяжутся. Спасибо большое за ваш звонок. А я напоминаю, уважаемые телезрители, что наш телефон 508-86-84. Еще раз, 508-86-84. Звоните в прямой эфир, задавайте свои вопросы. Мы сегодня говорим о бездомных животных в Одинцовском районе, но принимаем заявления и вопросы по любой из сфер работы Общественной палаты Одинцовского района. То есть, любой ваш вопрос, он является, в общем-то, официальным обращением в Общественную палату, так что не стесняйтесь, звоните, постараемся совсем прямо сейчас в прямом эфире разобраться. Ну что ж, давайте пока продолжим нашу беседу. Мы бы говорили о том, что действительно у некоторых людей отношение достаточно простое. Животное – зверь, соответственно, это опасность, и надо с этим что-то делать. А насколько вообще данное отношение все-таки справедливо? Действительно ли все животные, оказавшиеся на улице, представляют опасность? Ну, вы знаете, показательный тот пример, что в районе есть люди, как и частные волонтеры, так и люди, содержащие частные приюты, да, которые, так сказать, содержанием огромного количества диких, ну, в прошлом диких животных, выросших на воле родившихся, доказывают тем, что эти, в принципе, животные добродушные при нужном уходе и отношении к ним. Естественно, бывают, как и люди, животные разного характера, ну, здесь же, как говорится, воля природы. А скажите, а имеется ли за ними какой-либо контроль в плане банальных, например, вакцинаций? Ведь вне зависимости наверняка от характера животное может невольно стать переносчиком какого-либо заболевания или даже подцепить где-то бешенство и, соответственно, стать действительно опасным. Существует ли какой-либо государственный контроль за бездомными животными? Я думаю, на этот вопрос лучше ответит Оксана Николаевна. Прошу. Ну, знаете, я, наверное, хочу начать все-таки с того, что в 2014 году губернатором Московской области как раз-таки была утверждена губернаторская программа именно по гуманному регулированию численности бездомных животных. И при ее составлении как раз-таки был учтен опыт предыдущий, то есть негуманный, скажем так, я так в кавычках говорю, предыдущий, то есть отстрел животных. Вот. Главный вывод... Это, простите, опыт вы имеете в виду неких организаций, допустим, хэдхантеров, как они себя называют, докхантеров, прошу прощения, или речь идет о каком-то государственном там программе, которая была предыдущая? Здесь в основу губернаторской программы как раз-таки был положен опыт некоторых муниципальных приютов, то есть это было как бы... То есть в этих приютах животных отлавливали, стерилизовали и возвращали в прежнюю среду обитания. И как ни странно, их популяция уменьшалась в связи с этим. И, конечно же, брали статистику какую-то предыдущую, да, что при применении иного метода как раз-таки вот отстрела животных, ну, вот как раз-таки животных увеличивалось. Вот. А чем это можно связать, по-моему? Ну, это особенность уже, я думаю, что это уже биологическая особенность, что если одно животное погибает, то на его место придет 10. То есть это вот уже такие более научные эксперименты биологического, скажем так, биохарактера. Я бы хотела сказать еще что, что вот часто очень приходится слышать мнения граждан по поводу того, что надо отстреливать все-таки животных. Это правильно, это дешевле и, в общем, это... И быстро. И быстро, да, это быстро. Да, это быстро. Вот. Ну, вот при этом я бы хотела сказать, что необходимо учитывать, что данные действия, они не только негуманны, да, но они еще, в общем-то, нарушают законодательство. Могу привести некоторые примеры. Вот, допустим, статья 245 Уголовного кодекса Российской Федерации, она регламентирует как раз-таки жестокое обращение с животными. Также статья 137 Гражданского кодекса, это тоже не допускает обращение жестокого животных и так далее. То есть очень много ненормативно-правовой документации, федеральных законов, которые как раз-таки регламентируют данные вопросы. Поэтому я думаю, что все-таки необходимо какие-то средства направлять все-таки не на отстрел животных, а именно на строительство каких-то пунктов стерилизации. Ну, действительно, я так понимаю, вообще животные, конечно же, бездомные, они берутся из ниоткуда, они там не из нор, из земли появляются. Тут достаточно понятен процесс, он связан с эволюцией человека в том числе, потому что животные, в том числе даже, в общем-то, волки в свое время, да, тянулись к человеческому жилью, где всегда было сытно, тепло и так далее. В общем-то, отсюда у нас и в свое время собаки появились, и более одомашенные, правильно? Соответственно, я так понимаю, тут имеется, когда вы сказали о гуманности, такой контекст, что, в общем-то, мы стали причиной того, что вообще появляются животные, того, что они к нам тянутся. И если мы, конечно, будем их отстреливать, выглядеть это будет как-то, так знаете, по-колонизаторски немножко, потому что, в общем-то, планета наша общая. Мы заняли, получается, какое-то место, да, они к нам пришли, не очень понимая, что их будет ждать, а мы их начали отстреливать. Такая примерная ситуация, правильно? Ну, золотые слова, Сент-Экзупери, да, ты всегда в ответе за тех, кого ты переручил. Это ответственность, от него проще, проще всего отказаться таким путем. У нас имеется еще один звоночек, давайте его послушаем. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас слушаем. Алло, добрый день. Здравствуйте. У меня вопрос, конечно, не по животным, у меня вопрос по судебным приставам. По имуществу сняли налог в двойном размере, а налог так и не пришел в налоговую. Ходила до Нового года к судебным приставам, бухгалтера. Как ни приду, какой прием, ни разу ему не было. Выяснить, где мои деньги. Вот, у меня все питанцы есть, мне что, на суд, что ли, подать? Скажите, как к вам обращаться можно? Меня Тамара Александровна зовут. Тамара Александровна, насколько мне известно, в общественной палате имеется несколько юристов, которые в том числе юридическую поддержку оказывают. А если действительно имеются на руках документы, я уверен, что юристы общественной палаты постараются по меньшей мере вам помочь, что-то где-то растолковать, либо вам, либо людям, которые уже проблемы эти создали. В налоговую пошла, они мне сказали, ваши деньги не пришли. Иду к судебным приставам узнавать, где мои деньги, которые должны были перечислены. Сняли с меня с карточки, я пошла уборщицы проводить, заблокировали. И плюс пенсии по 50% снимали ежемесячно, с июня месяца. Ни тех денег нету, ни этих. Документы у меня все есть, что с меня сняли квитанции. Денег нет. Очевидно, что здесь имеется какая-то юридическое недопонимание, либо некая проблема в транзакции непосредственно этих средств. Повторяю, мы, конечно же, в общественной палату, юридически подкованным людям про ваши проблемы расскажем. Они с вами свяжутся и постараются вместе с вами во всем этом разобраться. Спасибо большое. Ну что ж, давайте продолжим. Про отстрел животных мы с вами начали говорить. Вообще, действительно, вы правильно сказали, многие люди, это можно проследить и посредством массовой информации, и по тематическим группам в социальных сетях, действительно считают, что отстрел животных – это некий наиболее правильный способ с ними бороться. Если действительно на сегодняшний день это незаконно, тут все понятно, то что мы можем сказать о людях, которые вообще ответственны за, допустим, выбрасывание буквально животных на улице? Часто ли это вообще происходит, и отчего это, в принципе, случается, по-вашему? Ну, я могу сказать, что, наверное, частый случай, вот, заканчивается дачный сезон, и вот толпы, так сказать, выброшенных кошек, а собак, они остаются, ну, бегать между изгородями на дачных поселках. Кстати, по этому поводу, даже, по-моему, в прошлом году в Москве прошла следующая акция, что выпускались баннеры, развешивались в различных общественных местах, включая автобусные остановки и так далее, на которых было написано, «Не оставляй меня на даче». То есть, людей таким образом, муниципал Москвы, пытались призвать, ну, какой-то к совести, чтобы все-таки думали, прежде чем заводить. Но, к сожалению, это сезонное явление. Бороться с ним... Оксана, вы говорили о том, что существуют некоторые статьи нашего законодательства, которые предполагают ответственность за жестокое обращение с животными. Я уверен, что достаточно подробно закон объясняет, что можно, грубо говоря, делать чего нельзя, ну, если обобщить немного. Я так понимаю, довольно сложно доказать действительно ответственность человека за то, что он буквально вышвырнул там свою собачку на улицу, правильно? Ну, да. Вы знаете, а как можно доказать, допустим, мы, во-первых, это надо увидеть, это надо как-то документально подтвердить, да, то, что человек... Свидеть или нет, свидеть. Нет, это фото-видео фиксация. Ну, конечно, фото-видео фиксация. То есть, это необходимо увидеть, где он купил, с каким-то приютом связаться. Ну, то есть, это, в общем, весьма проблематично доказать даже факт того, что человек приобрел эту собаку. Потому что не говоря о том, что он ее оставил на улице, на остановке или где-то в ином месте. То есть, фактически, ну, нужно прийти к заключению такому, что человек, в общем-то, решивший отказаться там от животного, фактически, возможно, обрекающий его на смерть, вполне, возможно, не будет нести за это никакую ответственность. Соответственно, ну, все-таки, а что животным остается? Есть ли какой-то для них способ все-таки, ну, не на улицу, да, сразу там попасть, а, может быть, в какие-то приюты и так далее? А существуют ли вообще муниципальные приюты для домашних животных именно вот в нашем районе? К сожалению, мы промониторили эту тему. Именно муниципальных приютов еще не открыто. Мы, конечно, надеемся, что в рамках губернаторской программы, о которой сказала Оксана, все-таки это произойдет в ближайшем будущем. Но пока их нет. Есть только частные приюты. Также я хочу добавить, что мы как раз как общественная организация, как общественная палата, очень поддержали инициативу как раз по надзору за безудобными животными. И хотим сейчас в целях общественного контроля как раз-таки провести мониторинг всех общественных организаций, частных приютов, каких-то некоммерческих организаций, промониторить вообще, как обстоит обстановка именно в нашем районе. И поэтому до этого, до передачи... Понять схему работы, принцип, как попадать на животные. А какого характера информации вы хотели бы получить от этого? Условия содержания или количества животных? Ну, первоочередно я бы, например, посмотрела ветеринарные паспорта и, безусловно, вакцинация. Потому что это первоочередно, так как это несет угрозу как раз-таки заражения бешенством. О чем мы говорили, это очень серьезное заболевание, которое случаев очень много. Обязательно, конечно, с документацией. Далее, конечно, условия содержания, с какими проблемами сталкиваются данные приюты, чем мы можем, какую мы можем помощь оказать в той или иной ситуации. И вообще, в целом, промониторить ситуацию по Одинцовскому району. А есть ли у вас сейчас на руках какая-либо информация о том, сколько частных конкретно приютов, соответственно, для бездомных животных у нас есть? Вы знаете, удалось найти с помощью интернета пока около трех. Причем сегодня я ездила, пыталась найти, потому что, естественно, никто не указывает адресов, чтобы не было подбросов, так сказать, животных, чтобы их туда не привозили. По наводке ездила, искала приют на транспортном проезде, пока, к сожалению, не нашла. Телефоны звонила, не дозвонилась до приютов тоже, к сожалению. Но будем пытаться все-таки выйти с ними на связь. Но хочу сказать, что большинство приютов, они сейчас ведут коммуникацию с помощью средств интернета, то есть создают какие-то социальные сети и свои сайты, где выкладывают самые потребности насущные, то есть в медикаментах, в кормах, потому что животным тоже не всякие отбросы, как свиньям, например, можно давать. Кто вот собачатник, кошатник, меня поймут. То есть там особый набор ингредиентов. Я думаю, даже легко можно проверить, зайти в любой магазин сетевой и зайти, собственно, в отдел по кормам для кошек, собак. Там будет и для стерилизованных кошек, условно говоря, для кошек такого-то возраста, такого-то и такого-то. Вы знаете, я вчера была удивлена, когда выделила на одном из сайтов, что написано «Просьба не покупать и перечислены корма кошачьи, так скажем, очень бюджетного уровня, которые широко рекламируются на телевидении». То есть там есть тоже свои хитрости. Но я хочу сказать плюс в том, что, тем не менее, волонтеры, они все это делают на свои частные средства, пытаясь привлекать какие-то благотворителей, спонсоров, регистрируя НКО для того, чтобы выкрутиться в этой ситуации, потому что, к сожалению, муниципалитеты пока в нашей системе в этом плане бессильны практически. Как таковы, такую вот благодатную гуманную поддержку не оказывают. То есть у нас четко... Я узнала, допустим, в городе Одинцово, согласно федеральному закону 44-му, проводится аукцион, по которому выбирается подрядчик, который в течение года будет проводить вот эту схему, про которую Оксана говорила, то есть отлов, стерилизация и возвращение на место естественного обитания. Вот насколько это все делается объективно и с пользой, да, так скажем, для животных, мы это тоже постараемся проверить путем общественного контроля. Ну что же, уважаемые телезрители, как бы то ни было действительно частные приюты в нашем районе существуют и достаточно успешно функционируют уже по несколько лет. В одном из них не так давно побывала моя коллега Екатерина Старосветская. Предлагаем им посмотреть, что же она там увидела. ГАФ – это частный приют для животных, который на личные средства содержит одна семья. И на неделька ее муж Фуркат. В 2008 году на своем участке в Малых Веземах они создали дом для брошенных животных. Сами построили вольеры, провели свет. Сегодня здесь живет 200 собак, 13 кожек, а также несколько лис и лошадей. Все эти годы приют не оставляют волонтеры. Они приходят сюда, это обычные люди, приходят, гуляют с животными, ухаживают за ними. У приюта есть попечители, которые помогают деньгами, помогают кормами приюту, помогают оплачивать персонал и так далее. Но денег этих, конечно же, не хватает. Вот сейчас, с 2008 года, не проходил ремонт вольеров. И в настоящее время они находятся в плачевном состоянии. Необходимо их полностью перестроить. Для этого, конечно, приюту очень нужны стройматериалы. И мы были бы очень признательны, если бы люди помогали стройматериалами нам или средствами. Недавно для изнёженных кошек построили уютный тёплый дом. Здесь созданы все условия, чтобы пережить предстоящую зиму. А вот собакам в некоторых вольерах живётся не так комфортно. У многих домиков обветшала крыша, да и при таянии снега вода со всего участка стекает к ним. Как же животные перенесут зимние холода? В комплекс приюта ГАВ входит и медицинский пункт. В нём содержатся больные животные, либо те, которые находятся на карантине. Ещё работает кабинет льготной стерилизации для владельческих собак, где можно стерилизовать своих домашних питомцев по меньшей цене, чем в ветеринарных клиниках. Трогает очередная история собачьей беды. Чапу бросили хозяева, потому что не захотели заниматься оформлением на неё документов при переезде в другой регион. Просто не оформили документы, потому что не захотелось потратить время, деньги и силы. Собака оказалась на улице. Как обычно, поскольку нет Государственной службы спасения, то нашли её обычные волонтёры, привезли в приют. Сейчас у неё более-менее всё нормально, но она очень тоскует, потому что привыкла к людям. Это семейный пёс. Если повезёт, то всё у неё будет хорошо. Страшный собачий вой слышен на территории приюта ГАВ. Каждая собака хочет домой, тоской по своим хозяевам. Или надеясь стать верным другом для будущих домочадцев. Животные верят, что их лай о помощи обязательно услышат небезразличные люди. Ну что же, как видно, по меньшей мере в нашем районе несколько частных приютов существует. Мы сейчас продолжим нашу беседу. Давайте пока примем звоночек от нашего телезрителя. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы вас слушаем. Алло? Мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Я житель посёлка Внесока, Петрова Лариса. Хотелось бы задать такой вопрос по поводу строительства муниципальных приютов в Одинцовском районе. Я знаю, что был закон 2014 года на благоустройстве. Закон Москоблдумы. И там было предписано строительство муниципальных приютов пунктов передержки. Губернатор Воробьёв позапрошлом году выделял большие суммы, миллионные состояния под этот закон и под программу. Хотелось бы узнать, как общественная палата контролирует деятельность Одинцовского района в этом плане. До сих пор мы не имеем ни одного муниципального приюта, ни одного пункта передержки, тот, который существует сейчас в состоянии строительства малых везёмок, не в состоянии простерилизовать такое количество собак ввиду наличия частного сектора, где постоянно идёт выброс животных. Что вообще делается в этом плане и почему неравнодушные люди, которые содержат частные приюты, несут на себе нагрузку, ту, которую должна нести власть. Причём делают это на свои средства власть не хочет им помогать, насколько я понимаю, раз не строятся приюты. Хотелось бы узнать ответ на этот вопрос. Какой контроль существует в этом плане? спасибо Лариса за звонок. Едва ли, конечно, власть чего-то не хочет, потому что власть это, как известно, мы, власть у нас выборная. Насчёт закона, давайте послушаем, что общественный палат скажет. Вообще законов у нас, конечно, немало принимается. Вам было известно про... Я думаю, это речь о той самой губернаторской программе, как раз было указано в 2014 год, отлов, стерилизация и возвращение на улицу. Правильно? Ну, то есть, как бы, да, гуманные способы, чтобы не убивать животных, ну, включая организацию муниципальных приютов. Оксана Николаевна, сколься об этом сказала, есть информация, что, по-моему, в двух подмосковных городах, вот сейчас не буду врать, возможно, я ошибаюсь, кажется, Воскресенск, ещё какой-то город, эти приюты были открыты. Возможно, мы возьмём на Перу и даже съездим туда, посмотрим условия содержания. То есть, и потому что мы уже были вот в частном приюте, и мы съездим, посмотрим муниципальный приют. Вот. То есть, программа, конечно, долгосрочная. Вопрос очень острый, но очень грамотно прозвучало то, что буквально в каждом населённом пункте, особенно там, где есть частный сектор, выбрасывается огромное количество животных, либо они плодятся по причине того, что они не стерилизованы. К сожалению, пока волонтёры вынуждены решать этот вопрос, как говорится, в вложении в личных средств. Например, многих... Я так понимаю, в любом случае, вы и проконсультируетесь насчёт того, как именно в нашем районе, в муниципалитетах наших обстоят дела именно с постройкой или муниципальных. Я вам уже рассказывала. Вот я звонила в отдел благоустройства, да, городской, задала вопрос. То есть, мне сказали, что пока вот меры только отлов, стерилизация и выпускаем опять на волю. То есть, пока ничего другого нет. Ну что ж, тем временем у нас есть ещё один звоночек. Давайте его послушаем. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы вас слушаем. Здравствуйте. Меня зовут Нина Михайловна. Я живу, значит, остановка Гривнёвская церковь. У меня такой вопрос. Так, слушаем. Значит, в магазине «Магнит» открыли новую торговую точку по разливу пива. Круглосуточную. Вот. Рядом у нас здесь пункт «Магнит» Алло. Да, да, мы вас слушаем. Вот. Который тоже разливает пиво круглосуточно. Вот. Рядом находятся школы через три дома туда, значит, лицей шестой, гимназия четвёртая, это самое, дети идут мимо в школу. Вот. Не лучше ли здесь открыть, допустим, пункт разлива молока из, допустим, совхоза Матвеевского или Горок-Вторых и продавать здесь вот эти сопутствующие товары, фермерский творог и всё такое прочее. И ещё один вопрос у меня тоже по поводу, значит, этого магазина. Так. Можно сказать, здесь вот широкий тротуар вдоль магазина «Магнит». Да, 4-5-5-5. Здесь раньше был рынок. Так. Вот. Тротуары, тротуары, это числили, значит, Теперь я не знаю, кто этим занимается. Может быть, это вот представители магазина или как. Они, значит, сделали вал снега, поделили этот тротуар вдоль как бы напополам, понимаете. Вот. И он тает из двух сторон такие лужи, что невозможно даже подойти к подземным переходам. Идут и школьники, ну, сейчас каникулы у нас, да, вынужденные. Тут же и школьники идут в школу, вот разлив пива этот, да, мимо, прямо около подземного перехода. И пожилые люди в садики водят. Вот. И, ну, я не знаю, кого обязать, вот, чтобы убрали этот вал снега, он прямо вдоль вот этого магазина «Магнит». Ну что же, Нина Михайловна, спасибо большое за звонок. Я думаю, что по обеим темам тут ситуация, которую достаточно, ну, правильно будет рассмотреть в ходе именно рейдов. что касается продажи пива круглосуточной, ну, совершенно очевидно, да, что не может пиво круглосуточно продаваться по закону. Так что, я думаю, и правоохранительные органы, и отдельные заинтересованные комиссии общественной палаты с огромным интересом туда съездят в вечернее и ночное время, посмотрят, как там действительно обстоят дела. Что касается уборки территории от снега, тоже ситуация не вполне конкретная. Самые разные организации могут заниматься именно уборкой этой территории. Думаю, опять же, комиссия общественной палаты, скорее всего, по жилищно-коммунальному хозяйству сможет выехать на место. По крайней мере, мы передадим ей эту информацию, посмотрит, что там и как, и постарается по меньшей мере разобраться, кто за это ответственен. Спасибо за звонок. Ну что ж, тем временем у нас в студии еще один новый уже гость, Юлия Александровна Сакирченко. Здравствуйте. Юлия Александровна, представитель приюта для бездомных животных «Умка». Юлия Александровна, получается, что если это вы представитель такого, не самого распространенного дела в нашем районе, тем не менее, которое представители имеют. Скажите, ваш конкретно приют с какими вообще сложностями сталкивается? Ну, для начала я хотела бы сказать то, что все животные у нас, которые живут, имеют свой ветеринарный паспорт, что уже озвучивала, и что в приютах иногда бывают трудности с этим. У нас нет проблем. Все животные имеют свой паспорт, имеют обязательные прививки. Всем оказывается ветеринарная помощь. Все обласканы. И видно, что животные тянутся к людям. Животные очеловечены, они настроены на человека, ориентированы на человека. Поэтому решить проблему бездомных животных, вылавливая их, стерилизуя и выпуская обратно, проблема не решится. Животные как были дикими, так и ними останутся. Когда животные видят ласку и любовь со стороны человека, они к нему тянутся, они никогда его не обидят. То есть в нашем приюте более 300 собак, но все они очень ласковые, все безумно любят людей. Когда к ним приходят гости, они все кидаются именно полоскаться, почесаться, уткнуться носиком, поиграть. То есть это настолько ласковые зверушки, игрушки, которые просто... Даже мысли не возникнет о том, что они могут кого-то обидеть. А у вас животные исключительно, то есть получается, уличные, да? Или бывали случаи, когда откровенно о домашенных находили и приносили? Бывали и такие случаи. У нас помимо дворняк есть очень породистые, очень красивые животные. Также у нас есть еще лиса, которые тоже специально выкупили, потому что ее... Лиса, понятно, не дикая, найденная в лесу и насильственная, а человечная. Да, и то, и она тянется к человеку. То есть она хочет играться. Ну да, она немножко играется жестоко, но тем не менее она никого не обидит со зла. Вот. Животные попадают совершенно с разных условий, кого-то выбрасывают, кого-то подкидывают. Поэтому сейчас адресы, на самом деле, у нас в открытом доступе нигде нет. Животных жалко. Сейчас очень много маленьких животных, щенят, котят. Начинаются морозы, и на улице для них действительно просто гибель. Мы им даем шанс на выживание. А если говорить об условиях содержания, сейчас, опять же, зима, зимы у нас достаточно такие нетеплые, понятное дело. Скажите, в каких условиях они у нас содержатся? Ну, во всех приютах все, конечно, по-разному, индивидуально. Что касается нашего приюта, все собаки содержатся в вольерах. В вольерах не больше четырех-пяти собак. Каждые три часа у них выгул. Что касается кошек, кошки все живут в доме, в теплых условиях, никуда не выходят. все тепло и хорошо и уютно. То есть такое ощущение, как будто ты приходишь не в приют, ты приходишь в гости к животным. Поэтому там комфортно, туда приятно приходить. Тебе всегда там рады, тебя всегда ждут. Ну, на мой взгляд, это замечательно. Я так понимаю, Наталья Николаевна, что вы с несколькими приютами для домашних животных работаете. А можно ли через вашу комиссию, допустим, через ваш телефон, если вы его сейчас назовете, именно связаться с этими приютами? Да, конечно. Ну, давайте, тогда телефон сейчас озвучит для наших телезрителей. Телефон нашей комиссии и также по любым другим экологическим вопросам 8-964-64-15-900. Чудесно. Я рад, что мы сегодня поговорили об этой проблеме. Надеюсь, что, конечно, со временем бездомных животных станет все меньше и меньше. Все больше у нас наших братьев меньших найдет, наконец, себе дом. Спасибо большое, что вы к нам приезжали. Спасибо. Спасибо. Уважаемые телезрители, сегодня мы обсуждали вопросы бездомных животных в Одинцовском районе. Если у вас остались какие-либо вопросы, предложения, наш телефон 508-86-84. Кроме того, вы можете обратиться напрямую к общественной палате нашего района через их официальный сайт, воспользовавшись формой обратной связи или написать на электронную почту. С вами был Святослав Савенков. До встречи через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин